Сначала они забывают, куда положили телефон или очки, потом перестают узнавать близких и в итоге теряют себя. Увеличение продолжительности жизни оказалось палкой о двух концах и подвело человечество к порогу, когда часть ее может пройти без памяти. Болезнь Альцгеймера – тема нашей программы. Это ток-шоу «Еще не вечер» и мы начинаем. Меня зовут Людмила, я живу в городе Борисове. Я на протяжении 7 лет ухаживала за мамой своей, у которой была болезнь Альцгеймера. Первые признаки появились где-то чуть за 80. Мама сама по жизни такая активистка, активный образ жизни вела. Работала она на фанспич-комбинате. Работа у нее связана была у мамы именно с учетом леса. Поэтому сказать, чтобы нагрузку на память такого, что она не давала, такого не было. Постепенно вот такие вот симптомы, что где-то паспорт положила, забыла, то ли потеряла. Ну вот как-то меня стало настораживать. А потом, чем дальше, тем уже, конечно, стало уже сложнее. И особенно, наверное, последние года 4, она даже меня уже не узнавала. Я говорю, мам, ты меня что, не узнала? Ну вот кто я? Ой, детка моя, точно, я же тебя не узнала. Ты же Люда, ты же дочка моя. А потом, а где моя Люда? Он может сказать, а в школу? Ты в школу там дневник подписала, собрала там дневник? Мама, я же уже взрослая, какая школа? У тебя же уже внуки есть. Настолько, вы знаете, это тяжело было воспринимать, осознавать, что мама стала другая. И сегодня Людмила у нас в гостях. Приветствуем ее в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Скажите, до болезни мамы вы слышали о Бальцгеймере? Ну, что-то слышала, конечно, что-то слышала, да, от знакомых, может быть, ну, да, слышала. Когда забывчивость стала проявляться, да, какие-то симптомы, вы сразу решили, что у мамы что-то подобное? Нет, вы знаете, нет. Ну, мне показалось так, что, может, рассеянность какая-то, может, усталость у нее, потому что она ездила на дачу, у нее дача есть, она ухаживала. Ну, картошку сажала, там цветы, поэтому я думала, может быть, это связано с какой-то усталостью. Ну, это ж и у нас такое бывает, где-то что-то, рассеянность какая-то в связи там с работой. Вот вопрос с экспертом, да, что это за зверь такой Альцгеймер? Вот простыми словами, можно нашим зрителям, кому стоит волноваться, на что обращать внимание? Данное заболевание чаще всего манифестирует в возрасте после 65 лет. Да, есть атипичные случаи течения заболевания, оно может немного раньше, начинаться позже. Человек перестает узнавать знакомые лица, родственников своих, вот, как нам Гуся рассказала, детей, близких родственников, с которыми прожил долгие годы. Михаил, скажите, относительно этой болезни, много ходит различных, как бы, версий, все-таки, как она передается, передается ли она, имеет ли отношение к наследственности, либо она может возникать вне зависимости от этих факторов, как она входит в жизнь человека? Понимаете, на сегодняшний день, учитывая все достижения медицины, считается, что болезнь Альцгеймера делится на две части. Это наследственная часть, здесь четко есть наследственный анамнез. Бабушки, дедушки, мама, папа, дети, то есть, да, когда идет поломка в геноме, в гене, который синтезирует специальный белок. И часть болезни Альцгеймера, вторая, это у которых, у пациентов мы не видим наследственного фактора, не видим отягощенного анамнеза по болезни Альцгеймера. Если подробно собирать анамнез пациента, практически каждый третий пациент говорит, что накануне, перед тем, как появились первые симптомы заболевания, был какой-то выраженный стрессовый фактор, там, смерть близкого, еще что-то, увольнение. Была провокация, триггер. Да, однозначно, то есть. Хорошо, да, вот диагностика все-таки, это что, это МРТ, тесты, да, как поставить диагноз, вот чтобы мы говорили, что мы все-таки ведем речь о болезни Альцгеймера, а не о всеобщей нашей белорусской усталости. Определение определенных антител в спинномозговой жидкости и в крови, это такие ранние критерии диагностики. И мы можем выявить, в принципе, заболевание еще на доклинической стадии. Поэтому, фактически, мониторинг своего состояния здоровья, как мы говорим, скрининг, должен проходить каждый уважающий себя человек. А это платно или бесплатно? Потому что звучит очень шикарно. О чем? Вот, доклинический, чтобы вот вы пришли, обратились и вам сделали вот весь ряд и спектр этих анализов, это вообще насколько возможно? Это как человек должен вот очень искренне бояться, панически, что у него может быть Альцгеймер, он пришел себя обследовать? Вот хотя бы к 45 годам посетить врача. То есть, если кто-то интересуется, кто-то боится, он может прийти на прием, в полноплатный прием, да, ему дается определенное исследование. Ну, к специалисту, определенные рекомендации, да, если в семье есть близкий родственник, страдающий болезнью Альцгеймера, и человек боится за свое будущее, да, можно к специалисту. И, в принципе, врач проинформирует, какой объем обследования он может пройти, какие сейчас есть возможности на платной основе, на бесплатной. Если пациент в этом заинтересован, врач... А что он в итоге узнает? Что он либо да, либо нет? То есть, либо живи спокойно, либо все, кранты? Ну, вот, что он в итоге узнает? Да, если он входит в группу риска, он определит, в каком состоянии его организм, и что следует контролировать. Может, у него и заболеваний других нет, да, он в группе риска будет себе жить спокойно. А может получиться ситуация, человек приходит к доктору, вот я стал забывать, да, а доктор видит симптомы депрессии, тревожного расстройства, подкорректировали, вылечили. Между прочим, болезнь Альцгеймера среди всех деменций, вот если дифференцировать, да, то это, можно сказать, единственное заболевание, которое сопровождается нарушением только высшей корковой деятельности. Деменция сосудистая, там, другое теология, как правило, сопровождается какой-либо другой очаговой неврологической симптоматикой. Поэтому вот вы задаете вопрос, а какая польза? Вот если человек приходит, в любом случае назначается перечень обследований, и методами исключения мы приходим к какому-то окончательному выводу, ну, благоприятному или нет. Но в любом случае, польза от обращения в медицинское учреждение будет однозначна. Михаил сделал акцент, мне кажется, на очень важной вещи, потому что не надо, если мы увидели, что у человека снижение памяти, сразу думать, что это Альцгеймер. На самом деле, все эти диагностические методики позволят вызвать, это же может быть на самом деле, и сосудистые проблемы, и опухоль мозга может быть. Что угодно, воспалительные, инфекционные, инсультные, что угодно может быть. И вот, Михаил, я хотела уточнить, если есть какая-то забывчивость, какие-то очень легкие симптомы, то они, их можно восстановить, верно? Конечно. Конечно. Если мы говорим о функциональном нарушении, не о дебюте какого-то нейродегенеративного, в том числе болезни Альцгеймера, то есть это всего лишь ранние симптомы хронического прогрессирующего заболевания. Но в рамках легких когнитивных нарушений подавляющее большинство пациентов – это функциональные пациенты, которым нормализовать режим труда отдыха, сон, немножко отдохнуть, возможно, попринимать антидепрессанты. И когнитивных нарушений этих легких, как не бывало, восстанавливаются вот эти вот память, внимание, концентрация и так далее. Я для себя вот пользуюсь… Я бы хочу сказать «фух». Абсолютно. Обнадежен. Евгений, выдохните. Я для себя пользуюсь вот такой схемой. Если на когнитивные нарушения или на поведение, скажем так, обратили внимание коллеги, родственники, это уже практически стопроцентная проблема. И, между прочим, пациент с болезнью Альцгеймера сам никогда не придет и не скажет «я забываю», потому что у них снижается критика, они не понимают этого, что с ними происходит. Как правило, вот дементных пациентов разные теологии приводят родственники и говорят «доктор, вот у нашей бабушки, у нашей дедушки такая-то вот проблема». А бабушка или дедушка сидит, спрашиваешь, вас что-то беспокоит. «Нет, доктор, у меня все хорошо, только вчера давление поднялось». Все. Сами пациенты жалобы по когнитивной сфере практически не предъявляют. Евгений, проверим на вас, наверное. Давайте. Вы поняли, да, куда идти и что делать? Ну, я понял. И когда волноваться? На самом деле, как бы у всех были пожилые родственники, бабушка и дедушка тоже перед смертью дедушку немножко трясло, там что-то вроде Паркинсона бабуля тоже немножко забывалось. Но мне кажется, что все-таки, если говорить о социальной какой-то ответственности в нашем обществе, то в первую очередь, конечно, семья должна поддержать и создать вот эту атмосферу любви и уюта. Вот и, конечно, честь вам и хвала за то, что вы за своей мамой так ухаживали. Моя мама тоже за бабушкой и дедушкой ухаживала. Вот это, ну, мне кажется, в данном заболевании вопрос личного счастья заболевшего человека, он, ну, доминирующий. И, конечно, когда ты окружен атмосферой заботы и любви, то течение заболевания, наверное, все-таки как-то облегчается, я бы сказал. Потерять свою личность, в итоге потерять свое прошлое – это пугающая перспектива. А каково это жить с человеком, который тебя не помнит? Узнаем после рекламы. Это ток-шоу «Еще не вечер», и мы продолжаем. Сегодня у нас в студии Людмила. Болезнь Альцгеймера забрала у нее маму. Каково это от родного человека услышать «Я тебя не знаю». Мама была у меня очень активная, очень активная. Вот фотография, вот с удовольствием смотрю, она всегда участвовала в общественной жизни предприятия, всегда. Вот здесь вот старт, она на лыжах очень хорошо ездила, была очень активная. Также любила вот отдых, любила красивые места, вот если она ездила отдыхать, вот любила очень Сочи, например. Такие вот фотографии сохранились. Это я молодая, вот вышла замуж, это первый, наверное, наш отпуск. Мы в Германии служили, приезжали. Это мама моя была молодая, в молодости, со своей мамой такие вот фотографии старые, старинные. Но все равно приятно посмотреть. Даже смотрю вот в лице своей мамы, я нахожу даже какие-то свои черты лица. То, что было вот в молодости, она вот это вот хорошо помнила. Рассказывала иной раз, что когда она была маленькая, отец у нее был в партизанах, как они голод переживали в те вот времена. Кушать было, говорит, нечего, ходили, говорит, на поле, вечером картошку мерзлую, говорит, копали, потом, говорит, картошку, говорит, варили, ели, говорит. И было, говорит, так вкусно, казалось, что лучшей еды на свете нет. Вот 7 лет жизни, как говорится, это да, я отдала маме. Но это, как вам сказать, это нужно забыть себя в первую очередь. Потому что это не выходных, это не праздников, это не отпуска, это нет ничего. Кроме вот того, что как там мама, как ее накормить, как прогуляться с ней, чтобы было все хорошо. То есть вот это было самое главное, самое основное. Людмила, можно ли сказать, что болезнь мамы разделила вашу жизнь на до и после? То есть ваша личная жизнь ушла на второй план? Конечно, да, это было так. Я приходила на работу, мне казалось, что в некоторых моментах, что я просто со стола упаду или от усталости, или не от досыпа. Многие коллеги мои даже советовали мне, говорят, Люд, ну так не может же продолжаться долго. Может, ты бы маму куда-то определила, все-таки ты же подумай о себе. Потом бежишь на работу, с работы опять бежишь к ней, уже кормишь ее ужином, ну где-то прогуляешься с ней, прогулка. Ну и кладешь ее спать и ждешь, пока она уснет, чтобы была душа спокойно. Многие сравнивают просто уход за больным с болезнью Альцгеймера с уходом за ребенком, за маленьким ребенком, с его капризами, иногда агрессией, иногда какой-то неконтролируемой и злобой, и радостью. Вот насколько это корректное сравнение? Какие вам пришлось переживать моменты? Вы знаете, по поводу того, что в свой адрес можно услышать, и, конечно, чего тут греха таить, скажем, и слова такие нецензурные. И если, например, заставляешь ее какие-то гигиенические процедуры сделать, ногти постричь, например, помыть ее, искупать в ванне, она не хочет, она упирается. Но тогда, конечно, в свою сторону можно услышать и очень неприятные слова. Сразу мне, конечно, это было обидно. Говорила, мам, ну не надо, ну неужели ты не понимаешь, что ты вот говоришь такое? Или прикрикнешь, знаете, потом, конечно, идешь домой и себя коришь, и слезы льются, что человек болен, что нельзя так грубо поступать. А что лично для вас было самым тяжелым, да, и, может быть, что помогло вам все-таки быть с мамой до конца, какую-то установку, может, я не знаю, какой-то для себя вы взяли какую-то схему поведения. Вот что вам помогло? Ну, я думаю, что, скорее всего, что это мой долг, моя обязанность была вот как-то пройти этот путь вот до конца, как бы оно ни было. Но хочу еще сказать, что последние три года, три года, мне помогала моя племянница. Моя племянница – это моего родного брата, дочка. Вот, пользуясь случаем, я бы хотела низкий поклон ей передать, потому что она мне в другой раз говорила, что она меня называла Людочка, всегда так мило называла. Говорит, Людочка, тебе нужно выспаться, я тебе даю просто вот выходной. Мне хотелось вот выспаться, отдохнуть. И вот так семь лет, да? Ну, я не скажу, что семь лет, это последние, наверное, лет пять, года четыре где-то. Просто вот интересно, от чего зависит вот эта скорость протекания заболевания, да? Кто-то через год уже забывает, как зовут собственных детей, а кто-то десять лет достаточно в такой размазанной стадии находится, да? Есть какие-то общие сроки или как-то их, может быть, можно подужать? Ну, скорость течения заболевания зависит от возраста, начала заболевания. Чем в более позднем возрасте заболевание начинается, тем быстрее оно будет прогрессировать. И на скорость течения значимое влияние оказывает наличие сопутствующих заболеваний. А вспышки агрессии вот эти, как их подавить? В вспышки агрессии, если они действительно, эти вспышки агрессии, они длительные, они выраженные и приводят к бытовой и социальной дезадаптации, то здесь только медикаментозная коррекция у врача-психиатра. Вот, если мы говорим о поведенческих нарушениях. Но я говорю о том, что с человеком нужно работать с утра до вечера, с ним нужно работать, память нужно тренировать. Нужно создавать условия, чтобы не исчезали нейрональные связи. А вот смотрите, с одной стороны человек, да, такой должен выходить, должен с кем-то общаться, но такие люди же часто теряются. Ваша мама терялась? Она, знаете что, она как-то вот выходила на улицу, да, возле подъезда сидела с женщинами, разговаривала. Ну, вроде бы как в пределах двора. Вынесла мусор, поговорила, пообщалась, где-то забыла, где-то как женщины, мне соседки говорили, несколько раз одно и то же спрашивала. Вот, ну, тем не менее, как-то все как-то было, ну, спокойно. А потом как-то в выходной день я пришла к ней, квартира открыта. Посмотрела, мама, мама нету. Вышла на улицу, спрашиваю у соседок, говорю, маму видели? Да, часов 12 видели. А это время было, ну, часа 4, предположим. Да, видели, она мусор выносила. Но я посидела, нет, мама, 6 часов, 7, 8 вечера, 10 часов вечера нету. Я уже понимаю, что уже это тревожно, что это сигнал какой-то. Я позвонила в милицию. И на следующее утро, в 6 часов утра, мне позвонили с больницы и сказали, что мы нашли в старой части города вашу маму. Она вся побитая, вот, у нее сломано ребро, ну, там еще ссадины у нее, вот. И с тех пор, конечно, я уже поняла, что это надо уже такой вот, ну, тщательный уход. Дверь закрывали как? Да, поменяла замки, потому что ключи постоянно терялись у нее, ну, часто терялись ключи, поменяла вот замки. И уже как-то взяла ситуацию уже под свой контроль. Сергей, скажите, как часто у вас вот такие потеряшки с болезнью Альцгеймера? Ну, мы не разделяем именно болезнь Альцгеймера, либо деменция. Есть разные другие факторы потери памяти, черепно-мозговые травмы, дети с различными заболеваниями. Но в целом это ежедневное обращение о том, что люди ушли и не вернулись домой, именно сопряженные с потерей памяти. Ну, вот здесь же огромный риск, да? Человек не отвечает как бы за свои действия, он не осознает опасность. Как вот, в чем особенность таких людей, которые потерялись? Я очень про это можно рассказывать просто долго и вечно. Это действительно очень-очень больной вопрос именно со стороны поиска и спасения этих людей. Алгоритмы разработаны, они работают, я имею в виду по поиску людей. Мы знаем, какая специфика поиска людей с потерей памяти, на что мы обращаем внимание, на что мы доносим, какую информацию мы доносим людям, важную для того, чтобы они могли нам помочь. Но при всем при этом, да, действительно, угроза жизни и здоровья этих людей с потерей памяти, она очевидно высока. Это как и пропажа маленьких детей, потому что эти люди не отдают отчет, где они находятся. Они никогда не будут просить помощи, потому что сами фактически не понимают, что находятся в опасности. Они могут передвигаться сутками, искать их локально, как часто совершают ошибку родственники своими силами где-то во дворе жилого дома практически бессмысленно, потому что они хаотично передвигаются на общественном транспорте. У них есть какие-то старые привычки, и чаще всего и страшнее всего, так, чтобы не перескакивать, наверное, очень важные моменты. Люди, стараясь во благо своих родителей, забирать их, например, из квартиры на дачу в деревню летом, вывезти, подышать свежим воздухом, при этом зная, что у них, у близких есть такая проблема, как потеря памяти. Самое опасное, это когда они их теряют непосредственно в той среде, в которой они вообще не ориентируются, и там рядом лесной массив, река, либо еще что-то. Вот тогда это очень сопряжено с угрозой жизни, а именно все истории начинаются одинаково. Отвлеклись на секунду, пошли жарить яичницу. Как он мимо меня прошел, как она мимо меня прошла, вышла в туалет на улицу, выходим, кто-то не закрыл калитку. То есть никто из близких, конечно, не предвидит того, что и не хочет, чтобы человек вышел за пределы дома и потерялся и пропал. Скажите, может быть, какие-то приспособления специальные есть для таких людей? Большой брат смотрит повсюду. Неужели нет каких-то приспособлений? Брелог какой-то, который можно отслеживать. Это не панацея, но да, рекомендации есть. Я сегодня принес в студию показать специальные браслеты, они единичны в Беларуси. Это браслеты специальные для людей с потерей памяти. Альцгеймер, деменция, неважно. Они используются на человеке, который эту память потерял. В принципе, они схожи с работой детских часов, когда мы следим за нашими детьми, где они находятся, с единственной поправкой на то, что эти браслеты невозможно снять с руки. Они замыкаются как наручник и хаотичными, шаловливыми движениями какими-то, когда люди не отвечают за свои действия и не понимают, что у них одето. Они могут снять любые другие предметы с себя и оставить их. Эти браслеты разработаны таким способом, что они как наручник замыкаются на руке и снять их может только родитель или кто-то осуществляет контроль. Если его попытаться вскрыть, разрезать, выдернуть, он дает сигнал тревоги и говорит о том, что попытка снятия браслета, к примеру. Также специальные пауэрбанки, которые установлены на него, позволяют его не снимать с руки 24 часа в сутки. В отличие от детских часов, к примеру, потому что их надо снимать, ставить на зарядку, а человек ночью может подняться с кровати и выйти за пределы квартиры и потеряться. То есть, да, такие технические возможности есть, но, еще раз говорю, очень часто и много факторов, которые не позволяют им корректно работать. То есть это не панацея. Но обязательно, конечно же, близким и родственникам, у кого есть такие проблемы, что надо контролировать передвижение, потеря памяти, либо иные обстоятельства, необходимо использовать самое простое, что делают. Это различные записки в карманы с фамилиями, имя, отчеством, адресом и контактными телефонами. Что значит этого человека? Да, это различные жетончики, медальоны, это браслеты. Есть специальные браслеты людей, которых обозначают, что это болезнь Альцгеймера, они яркие, привлекающие внимание. На них обычно есть какая-то рекомендация или номер телефона, с кем связаться. Но в целом, даже если вы обратитесь в милицию, как свидетеля очевидец того, что вы видите человека с потерей памяти, очень важно делают такое, как это правильно сформулировать, плохое добро. Когда мы устанавливаем иногда свидетелей, когда разыскиваем человека с потерей памяти, и нам поступает звонок, и говорят, что это бабушка, дедушка подходили к нам, спрашивали, как уехать в Столбцовский район, например, или как проехать на железнодорожный вокзал, потому что у них остается старая память, они помнят свою молодость, они помнят, где они жили в деревне, их привозят в город, чтобы досматривать, они, выходя из квартиры, потерялись, они не стремятся попасть на улицу Кирова в городе Минске, они будут говорить, что они живут в деревне, там, откуда их забрали, и туда стремятся уехать. Это еще один из алгоритмов поиска постоянного людей с потерей памяти. И добрые люди, не сильно вникая в эти вопросы, они дают еще и рекомендации и отправляют, не разобравшись с ситуацией, как проехать действительно на вокзал, или даже сердобольно провожают на электричку и сажают в электричку, чтобы уехали в Столбцовский район. Тут самый случай, когда хотел как лучше, а получилось... Хорошо, а куда тогда обращаться? Да, просто чуть-чуть больше внимания, когда вызывают подозрения вопросы, которые нетипичны, ненормальны. Можно задать несколько уточняющих вопросов, а знаете ли вы, в каком городе находитесь, а как ваша фамилия, может быть, вы потерялись, нужна ли вам помощь. И, очевидно, в процессе этого диалога вы сможете понять, человек отвечает вам как бы здраво или все-таки нет, или на каком-то этапе нужна помощь. Да, он в себе и память, либо он вызывает подозрения. Людмила, хочется спросить, когда болезнь окончательно наступила, завладела мамой, и как она себя вела? Вы знаете, человек безразличен вообще ко всему. Он как ребенок, она могла положить вот так вот голову, даже вот вилку, даешь ей вот покушать, кормить, например, да, и показываешь, что, мам, давай кушать, да, вот я показываю, что я вот кушаю, давай вот тебе вилка, вот кушай. Она вот может смотреть на эту вилку, переворачивать, положить ее, может постучать об стол. Вот, а когда уже я начинаю ее кормить, открывая рот, может зажать рот, не разрешает, чтобы ее кормили, показывает, что нет. То есть человек в такой стадии, когда он практически вообще уже все не понимает. Мне кажется, что даже обычный человек, может быть, уже и не может в такой момент справиться, собственно, со всеми теми функционалом, которые нужно сделать. Вот как государство и Красный Крест, например, поддерживает таких пациентов, да, можно ли куда-то обратиться для того, чтобы получить, ну, хотя бы передышку, да, хотя бы просто пару часов, когда кто-то покормит родственника, кто-то почитает книгу, не знаю, все что угодно. Ну, я скажу, что в целом надо понимать людям, которые и целому обществу, что просить помощи не стыдно. Потому что в отношении деменции есть еще такая, знаете, все-таки это заболевание психическое, есть у нас стигматизация определенная психическим заболеванием. Люди зачастую не хотят знать, что их родные и близкие страдают таким заболеванием. И поэтому стараются сами справляться. Иногда есть вот этот внутренний долг, что я должна сделать все сама, что я обязательно должен справиться. И это приводит иногда, знаете, к большим проблемам у самих людей, потому что есть же у людей другие обязанности. Например, есть дети, за которыми надо параллельно осуществлять уход. А когда Красный Крест подключается? А Красный Крест подключается тогда, когда к нам обращаются. Но я хочу сказать, мы не выделяем тоже особую категорию. У нас нету, я не могу сказать вам, статистику по людям с деменцией. Но Красный Крест тоже в зависимости от своих ресурсов. Потребность, конечно, в уходе у людей высока. И мы осуществляем уход. Наша медико-социальная служба Красного Креста допомога осуществляет уход за медико-социальную помощь одиноким, одинокопроживающим, пожилым людям, людям с инвалидностью. Почему в одиноким, одинокопроживающим? Потому что, к сожалению, даже одиноких, одинокопроживающих, у кого нет никого, кто бы осуществил этот уход, мы не можем охватить всех нуждающихся. А когда мама уходила, она понимала или уже не понимала, что вы ее дочь? Иногда она понимала, ну как сказать понимала, не понимала, иногда она говорила, что ну ты же Люда, ты же моя дочка, да? Ну конечно, мама. Ой, моя ты дочушка, моя ты дочушка. Пять минут, все. А ты Юля? А ты Люда? То есть она уже его-то и не помнила. Вот как-то так. А перед самым-самым уходом она тоже была в таком же состоянии? Или уже все? Помнила ли она вас, кто держит ее за руку? Уже путалась она, путалась она уже. Она уже то соседка, то Ванда Матвеевна, почему-то какое-то вот имя, отчество Ванда Матвеевна, я даже не знаю, кто это по жизни, но она постоянно говорила, Ванда Матвеевна, пройдите, сядьте, Ванда Матвеевна, Ванда Матвеевна. Наверное, для вас было важно, что вы держали ее за руку в последние минуты все-таки. Держать за руку родного человека до последнего дня или же передать его в руки специалистов, это выбор каждого. Об этом мы поговорим сразу после рекламы. Не переключайтесь. Еще не вечер, и мы обсуждаем очень непростую тему. Семья, в которой есть тот, кто страдает болезнью Альцгеймера, испытывает невероятный стресс и большую нагрузку. Возникает вопрос, как организовать заботу, если возможностей не работать нет. Решение поищем в нашей следующей истории. Меня зовут Павел. Ситуация, которая была в нашей жизни, она не то, что поучительная, она не то, что... Она трагичная, я бы сказал. Альцгеймера, я читаю, в последнее время она приобретает все более и более молодой возраст, что как бы печально. Вот у моей супруги, дедушка, заболел этой болезнью. Я вам скажу, начало было ничего не предсказывающего о том, что идет какая-то беда. Но он уже был не молод, ему уже было 80, даже уже немножко за 80. Он где-то что-то мог забыть, где-то мог что-то перепутать. Он мог забыть, что он поел и через 15 минут опять есть захотеть. Он мог разговаривать иногда с животными, с птичками, вот скажем. Ну, никогда никто не придавал тому значения. Ну, старый человек, всякое бывает. А потом пошел прогресс всего этого. Он начал забывать, где он живет, он начал забывать, куда надо идти и зачем он. Начал зачем-то собирать бутылки. Были случаи, когда он один жил, благо недалеко от семьи моей супруги. Он мог уйти из дому куда-нибудь и заблудиться. Потом, когда болезнь стала прогрессировать, вот это уже было печально. То есть, человека нельзя было одного оставить дома. Он может сжечь все, что угодно. Он может затопить все, он может делать все, что угодно. То есть, когда человек заболел и болезнь уже прогрессирует, всем окружающим очень плохо. А ему хорошо. Он живет в своем мире, он помнит, что было в юности, что было в детстве, он не помнит, что было вчера. Потом он забывает, что нужно сходить в туалет, что это вообще нужно делать. То есть, ему одеваются памперсы и уходится человек на работу. А потом он приходит, он сидит, памперсы у него на голове и страх Господний, что творится. Ну и в итоге пришли к тому, что дедушки не стало. В конце он ходить не мог. Он просто лежал. Вот это очень страшная болезнь, потому что человек превращается не в то существо, которое было раньше. То есть, он опасен, он страшен, потому что ждать можно всего, что угодно. Встречаем Павла в нашей студии. Здравствуйте, Павел. Вы ухаживали за дедушкой своей жены. Как так вышло, что появилась такая ситуация? Так сложилась жизнь. Не думали, не гадали, что к этому все придет, потому что изначально какие-то его на то время казалось шалости. Мы думали, может, шутки, может, что-то с возрастом. Оказалось, это начинала идти, вот эта болезнь, она прогрессировала, прогрессировала и пришла к тому, что человека просто невозможно дома одного оставлять. То есть, я так понимаю, это у вас уже вся семья подключилась? Жена, вы? Жена, ее брат, мама их, то есть, все по очереди ездили где-то вместе, где-то по отдельности, то есть, ежедневно, постоянно, то есть, сидеть с ним постоянно не получалось, потому что все работали, а поскольку на какое-то время он оставался один, за это время он мог сделать там все, что угодно, но это было страшно. Вот вы слышали ситуацию нашей героини, да, ее историю, а насколько отличались ваши истории? Мне кажется, все-таки ваша была более какая-то агрессивная. Да нет, похоже. То есть, он терялся, он приходил в различные магазины, банки, жессы, не понимал, куда идти дальше, у него в карманчике была записка, то есть, как его зовут и кому позвонить. Люди часто пользовались вот такой возможностью? Звонили по этой записи? Да, звонили, звонили и неоднократно звонили. Потом дошло до того, что уже просто закрывали дома, чтобы он не мог выйти на улицу, потому что можно было вообще его не найти. Агрессии, как такого у него, не было, но он забыл все, он забыл, что перед ним стоит внук или внучка, что перед ним стоит дочь, он всего этого уже не помнил. Он помнил свое детство, он помнил свою юность, он не помнил, что умерла его супруга. То есть, она для него была где-то в магазине или на улице, и он все ждал, когда же она придет. Он уже этого не помнил. Вы знаете, вы такую важную фразу сказали в сюжете о том, что как бы всем вокруг было плохо, а ему было хорошо. Вот насколько это действительно про больных Альцгеймеров, может быть, если пациенту самому, в принципе, внутри и неплохо, может быть, хотя бы этим мы можем себя успокаивать, когда близкие болеют. Давайте представим все ситуации, вот на его месте поставим. Он нас не узнаем, но поставим его в месте. Он ощущает, что он находится в окружении чужих людей. То есть, он не узнает вас, дочь, и значит, ей кажется, что это кто-то чужой. Человек ищет своего родного человека и не находит его. Поэтому сказать, что человеку внутри хорошо, это будет как бы так достаточно, это действительно тяжелое, может быть, ситуация. И может быть, поэтому различные, так скажем, реакции во внешнюю среду, потому что человек действительно, как мы говорим, теряется вот эта память на сегодняшний день, он себя где-то воспринимает, что какие-то годы там предыдущие, а вокруг все поменялось, и он не понимает, где он, что происходит. Конечно, это очень тяжелая ситуация. Плюс, когда человек даже бывает сам реагирует, то есть он чувствует, что он что-то забывает, что он не так делает, он видит раздражение окружающих, которые говорят, ну почему ты там забыл, почему ты не можешь так сделать, он, конечно же, видит это раздражение, и, конечно, он от этого тоже определенно испытывает страдания. Мы спросим у Натальи, которая непосредственно общается с такими людьми сегодня в сфере в своей деятельности я наблюдаю за такими людьми. Пусть их у нас немного в учреждении, дом, интернат, но вначале я хочу сказать, Людмила, и я забыла, как вам большое, конечно, большие слова почитания и уважения за то, что вы до последних дней взяли на себя вот эту, знаете, ношу рядом быть с близким человеком. Но, с другой стороны, я тоже два месяца была рядом со своим мужем, и у меня стоял вопрос, что делать? Или работать, или бросить работу? И я понимаю, что это необратимый процесс. Эта болезнь неизлечима. И она может продлеваться, тоже вот я прочитала, она может год, может пять, может двадцать. В среднем шесть-семь лет, и это идет прогресс. И остановить, остановить, ну, может быть, на начальной стадии. Да, мне очень хочется задать вопрос, почему все-таки вы не решились? Может быть, бытует мнение, что если поместить человека в дом-интернат, в числа цена на учреждение, это стыдно потом посмотреть своим близким или себе глубину своей души. Вот я отказалась от мамы. Не надо этого, стыдиться сегодня. Вот правильно Светлана сказала, есть семья, есть вы. А если вы отдали бы себя, вот 20 лет прожили, вы бы отдали свою жизнь, так? А на работу вы ходили, вы же на работе тоже не могли в полном объеме отдавать себя вот этой работе, потому что вы тоже переживали. Я уверена, что даже вы большую часть на работе переживали за свою маму, так? Поэтому нужно очень хорошее реклам... Ну, не то, что рекламирую, но надо не бояться, не бояться обратиться за помощью государства. Сегодня у нас есть достаточно много стационарных учреждений, и с данным заболеванием можно поместить человека в интернат психонерологического профиля или в дом-интернат общего типа, в котором тоже открыты такие отделения, вот в нашем учреждении. Я вам хочу сказать, на сегодняшний день во всех таких учреждениях это, прежде всего, безопасные условия, комфортные условия, условия, которые приближены к домашним. Это платные услуги? Есть определенные условия в интернате. Если человек одинок, и в течение последних пяти лет он не производил учреждения своего имущества, то человек поступает в учреждение на государственное обеспечение, полностью на государственное обеспечение. Если же у данного человека есть близкие родственники, которые могут его содержать, это в данном случае дети трудоспособного возраста, то, конечно, дети производят доплату. Я хочу сказать, не настолько уже сумма большая. В пределах, вот я хочу сказать, на сегодняшний день, вот с 1 апреля стоимость в доме-интернате нашего типа стоит 33 рубля 80 копеек. В среднем 1040, вот так, в месяц получается. Пенсии сейчас каждый год, вы знаете, повышаются там 2 раза, 3 раза. И в пределах, и я уверена, что вот такой момент очень красивый, мне каждое утро наблюдаю, когда муж приходит к своей жене. Каждое утро приходит, он с ней поздоровается, он ее поцелует, он вот с ней поухаживает, посмотрит, как она покушала, не может кушать, он покормит, потом гуляет с ней целый день и вечером уходит. И я говорю, почему, она же вас не узнает. А он говорит, я знаю, что это моя жена, я люблю, и я буду любить до последнего момента. И буду приходить каждый день. Я пенсионер. Но он вечером уходит домой, он выспался, и утром опять пришел к ней и гуляет. Поэтому я призываю всех, кто находится вот в такой вот ситуации, вы знаете, не хороните себя, вам надо еще жить, вам надо на благо нашего государства еще работать. Поэтому вы молодая женщина. Поэтому не надо отказываться от тех услуг, которые сегодня предоставляет государство. А места хватает в таких? Вы знаете, на эту тему я еще говорю, если человека надо поместить в учреждение, он обязательно будет там. Потому что на улице он не окажется никогда. Павел, а что стало триггером для вас, для того, чтобы принять уже четкое решение, что все, мы определяем? Была одна проблема, что человек нуждался в постоянном контроле. Одного оставлять его было категорически нельзя. Но в то время, вот он скончался, царство ему небесное, в семнадцатом году. Поэтому я не помню, какой промежуток времени у нас занимал процесс собирания и подготовки документов на то время, но мы их так и не собрали в нужном количестве, и он не дожил до того светлого дня. Сергей, у вас есть что добавить? Я хотел бы дополнить и показать, потому что программа может подойти к концу. Очень важные моменты. Когда вы видите ориентировки на пропавших людей, они в социальных сетях распространяются. Есть пометки, что возможно потеря памяти, либо болезнь Альцгеймера. В этом случае мы просим, призываем людей обратить особое внимание на приметы одежды этого человека или на обстоятельства его исчезновения. Я очень хотел проговорить на вашей программе часто задаваемые вопросы, когда к нам поступают звонки. Люди не знают, что делать, если видят человека с потерей памяти. Первый звонок – это должен быть в милицию, если, очевидно, человек не нуждается в медицинской помощи, кроме той, что он дезориентирован и не знает, как его звать и где он живет. Милиция будет устанавливать личность этого человека, будет помогать установить его родственников. Если по просьбе в карманах достать что-то из карманов, записки какие-то, жетоны, медальоны, браслеты на руках не просматриваются у человека, чтобы некорректно не лазить у него по карманам, то вызывается милиция, и милиция будет устанавливать личность этого человека и оказывать ему помощь. Если человек получил при этом травму, имеет какие-то явные признаки травмирования, повреждения головы, кровотечения какие-то, тогда вызывается скорая помощь. Скорая помощь по такому же алгоритму будет устанавливать, доставит в медучреждение, туда пригласит сотрудников милиции в случае необходимости, и будут устанавливать обстоятельства, что случилось с этим человеком. Очень важная рекомендация. Очень многие думают в нашем обществе, что надо ждать трое суток. Мы не можем победить эту ситуацию никак, но мы доносим в очередной раз информацию о том, что ждать трое суток ни в коем случае нельзя. Если вы понимаете, что человек пропал, и он склонен к тому, чтобы терять память, очевидно, для многих это является первым разом обращения. Бывают обращения с рецидивами, то есть когда человек и мы ищем... Повторяются они. Да, постоянно ищем. Но все чаще случается первый раз, и люди не знают, что необходимо делать. Если вы хотите своими силами искать людей, мы рекомендуем, прозвоните больнице, приемное отделение больниц, прозвоните, узнать, доставили ли человека. Что очень важно при потере памяти, помимо фамилии, например, бабушки, если говорить именно про женщину, то очень важно проверять еще по девичьей фамилии, потому что именно люди с болезнью Альгеймера и с деменцией называют свои данные с молодости, еще свою девичью фамилию. И очень часто на этом фоне, прям поверьте, очень часто происходят ошибки по базам. Ее ищут, бабушку ищут по фамилии одной, доставленная в больницу, представилась по своей девичьей фамилии, и она будет лежать в больнице несколько дней. Мы ищем ее как без вести пропавшую, а она в больнице. И поэтому вот эти моменты, они очень важны для того, чтобы общество услышало это и знало вообще, какие алгоритмы, как себя вести и что делать, если пропадает человек с потерей памяти. На самом деле, это действительно очень важная информация. Диагноз, болезнь Альгеймера – это действительно страшная болезнь, но от нее никто не застрахован. Есть ли от нее лекарства? И как самому не сойти с ума, ухаживая за больным родственником? Смотрите после рекламы. Еще не вечер, говорим вам мы. Деградация некогда яркого ума, а потом и вовсе невозможно себя обслуживать. Маргарет Тэтчер, Шон Коннери, Брюс Уилли, Светлана Светличная. Болезнь Альцгеймера и деменция не щадит ни богатых, ни знаменитых. И волшебной пилюли пока нет. Такой вопрос, почему до сих пор нет лекарства от болезни Альцгеймера? Лекарства нет, потому что неизвестна причина. Когда выясняется причина заболевания, то разрабатывается и лекарство для лечения этого заболевания. На сегодняшний день до сих пор не установлен точный этиологический фактор. Да, уже установлены определенные механизмы, механизмы патогенеза, развития, вот этого патологического процесса в нервной системе. Но почему он начинается, почему дебютирует это заболевание, до сих пор не установлено. А какие-то вот сейчас вдохновляющие исследования, может быть, ведутся на эту тему? По болезни Альцгеймера, да, ведутся вдохновляющие исследования, но вы должны понимать, что период клинического испытания от первой фазы до третьей фазы это не меньше 10 лет. Да, я считаю, что самое оптимистичное исследование, которое есть в мире, это то, что с каждым годом продолжительность жизни увеличивается. И это все-таки должно оптимизм внушать всем людям. Вот я еще раз хочу выразить благодарность вот Сергею, нашим героям, за ту социальную общую работу, которую они ведут. Потому что, на самом деле, я лично для себя узнал много нового. Вот, ну и как бы для себя тоже решил, то, конечно, ну, государство должно помогать людям. Но люди, которые, в принципе, работают, мне кажется, все-таки о своих родителях должны заботиться сами. Все-таки из всего, что я услышал, привычная обстановка и уход близкими людьми, все-таки я могу сделать для себя такой вывод, что является самым мотивирующим фактором для того, чтобы человек вовлекался в какую-то социальную деятельность, чтобы общался. И мне кажется, что семьи, которым это по силам, должны сами ухаживать за больными, своими стариками, подавая тем самым пример. Вот знаете, вот вы сегодня своим участием в программе очень многим подали пример мужества. И это, вот, мне кажется, очень отразится на том, какой вывод люди сделают после просмотра передач. Несмотря на все условия, которые вы описали в своем... Ну и Наталья также прошла уход за близким человеком. Когда мы все здоровые, вычастливые, но болезнь иногда не спрашивает, когда прийти, так? И чтобы люди понимали, что есть альтернатива. Да, заботу, любовь, близких никогда никто не заменит, но мы пытаемся, поверьте. Каждая ситуация индивидуальная требует индивидуального подхода. То есть совершенно... Тут точка... Я думаю, что каждый для себя все-таки в итоге сам определит, но мы должны показать возможность, которая есть. Выбора, возможность. Да, возможно, не все люди знают. Евгений говорит правильно, он говорит по силам, да, но действительно ведь может случиться так, что у человека просто не останется собственного здоровья, и мы получим вместо одного больного человека двух больных людей, которые, в принципе, не дотянут, да. Да, Светлана, что дополните? Все-таки на самом деле, когда даже родственники осуществляют уход, я хотела бы сказать о том, что людям зачастую нужна информация. Вот сегодня ведущие задавали много вопросов, а что делать в таком случае, что делать в таком случае. Я бы хотела сказать, что Белорусский Красный Крест проводит обучение уходу на дому, и в том числе проводит обучение уходу за людьми с деменцией. Тоже очень важная информация. Поэтому если вам нужна такая информация, вы можете обращаться в Красный Крест. Ну и, как мы уже говорили, просить помощи не стыдно. То есть не всегда нужна помощь именно поместить человека в интернатное учреждение. Иногда помощь нужна на какой-то короткий период, на какой-то период в течение дня. Помощь иногда бывает нужна, знаете, человеку для того, чтобы даже уехать в отпуск, потому что это же непрерывный процесс ухода годами. Поэтому надо просить помощи и все эти различные варианты, которые предлагают и общественные организации, не только Красный Крест, то есть предлагают и другие общественные организации помощь по уходу и предлагают государству. Не надо от них как бы... Надо знать об этих возможностях. Предлагает помощь. Вполне возможно, можно ей воспользоваться. Человек может быть помещен краткосрочно на 30 дней, на любое количество дней, временно до года. И на протяжении того периода жизни родственники могут забрать на день, на два, на три домой. И место за этим человеком сохраняется. Михаил, вот мне хотелось все-таки вернуться, если мы говорим о каких-то протоколах лечения. Если говорить о немедикаментозном подходе к лечению болезни Айсгеймера, то вот в первую очередь, конечно, это социализация, это общение. Второе, это тренировка памяти, умственной мыслительной активности, обязательно регулярность. Точно так же, как спортсмен в спортзале. Если он придет один раз потренироваться, он не будет этого сильным и красивым. Поэтому регулярные тренировки. Может быть, это новый язык? Есть какая-то стихия учить, как в детстве? Учить стихотворение, пожалуйста. Но я не думаю, что дементный пациент будет учить новый язык. С пациентом нужно работать, чтобы с ним работал инструктор. Это различные игры на развитие памяти, логики, на развитие ассоциативных связей, абстрактного мышления. Это различные творческие занятия, вовлечение мелкой моторики. Существуют определенные системы физкультуры, которые улучшают корообращение в головном мозге, улучшают метаболизм в нервной системе. То есть, понимаете, вот комплексный подход, вот, скажем так, те учреждения с круглосуточным пребыванием, которые предоставляют не только условия пребывания домашние, но и комплексный правильный подход к деменции, вот, я за такие учреждения, в которых действительно, это научно доказано, деменция не так быстро прогрессирует. А можно вот пару мифов таких, да, которые существуют, вот мне интересно провериться. Говорят, что компьютерные игры помогают. Конечно. Да. То есть, хорошо. Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Не знаю, даже уже не разбираюсь, какие сейчас есть. Следующее – курение. Вот я читала исследование, по которым курящий человек реже болеет Альцгеймером. Тут скорее… Написал курящий человек, курящий врач. Здесь скорее наоборот. Скорее наоборот. Скорее наоборот. Курение – один из мощнейших триггеров и факторов прогрессирования атеросклероза. Нарушение липидного спектра, увеличение уровня хорошей и плохой холестерина у нас есть, вот липоприды и низкой плотности. Никотин способствует увеличению их уровня и формированию атеросклеротических бляшек. Это, в свою очередь, будет ускорять прогрессирование нейродегенерации, разрушение нейронов. Ира, давай уже про нас. Михаил молчит. Красное вино. Алкоголь другой. Я молчу, почему? Я про никотин. Алкоголь. Сейчас скажу. Вы спросили про курение. Что касается болезни Альцгеймера, действительно, это усугубляет. А вот что касается болезни Паркинсона, то наоборот. Понимаете? Поэтому тут как бы... Каждой болезни наперед не узнаешь. Своя профилактика. А в общем, если так можно говорить, есть профилактика болезни, есть когда болезнь выявлена, например, уже поставлен диагноз Альцгеймера. То есть определенными какими-то упражнениями, методиками, мы замедляем развитие до третьей стадии, когда человек уже сам себе не принадлежит. Однозначно. На сегодняшний день уровень медицины и уровень наших знаний таков, что мы можем только замедлить прогрессирование когнитивных нарушений. То есть специфического лекарства, образно ровно от Альцгеймера, его не существует. Понимаете, существуют разные группы препаратов. Например, антихолинисты, разные препараты, антагонисты НМДА-рецепторов. То есть показано, и научно показано, что они как бы по сравнению с группой контроля улучшают когнитивные функции. Но все равно заболевание, оно продолжает неуклонно прогрессировать. Поэтому и медикаментозно, и немедикаментозно, комплексно нужно подходить к этим пациентам. Еще раз подчеркну, очень важна социализация. Если пичкать человека таблетками, но он будет с утра до вечера сидеть в четырех стенах, деменция будет прогрессировать сумасшедшими темпами. И последний мой миф тогда, развеете? Правда ли, что болезнью Альцгеймера болеют очень умные люди? Я могу сказать, в том числе. В том числе. В том числе. Но если мы говорим, смотрите, вот у нас у каждого свой интеллектуальный уровень. Свой уровень. Учитывая, допустим, генетические факторы, учитывая уровень образования, отрасль, с которой мы работаем, увлечения, хобби и так далее. Но если изначально у человека, у пенсионера высокий когнитивный уровень, то и снижаться ему придется дольше, чем с изначально низким уровнем. То есть учиться, учиться еще раз. Поэтому высокий когнитивный уровень нам продлевает вот эту первую стадию болезни Альцгеймера, когда пациенты себя обслуживают, когда они понимают еще, ну просто забывчивые. Понимаете, о чем речь? То есть действительно нужно всю жизнь учиться, чтобы если вдруг случится беда, то будет немножко легче, да. Главное, не паникуйте. Видите насыщенную, яркую, интересную жизнь и может быть Альцгеймер вас просто не догонит. Мы прощаемся с вами и ждем ваших историй на наш электронный ящик. Хорошего вечера. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова